начинается Хэллоуин, и мы такие в темноте сидим. Да, я вижу, как он в темноте сидел. На нас много фонарей светят, но мы в темноте. Ребят, сегодня мы будем рисовать тыкву на Хэллоуин с Ваней. Рисуем тыкву, но чудесную тыкву рисуем, супер. Можно две нарисовать, я нарисую одну и вторую здесь, вот так так говорить. Две тыквы нарисую. Ваня, видать, нарисует одну, я понял. Ну, я попробовал хотя бы нарисовать. Как рисовать тыкву, ты знаешь? Ты когда-нибудь делал тыкву по-настоящему Я никогда вживую тыкву не видел, мне кажется, я только тыквенные семечки видел. Ты живёшь на юге России и не видел тыкву никогда. Я только тыквенные семечки видел. Я видел тыкву, а мы, знаешь, у нас с детства не было тыквы, но кто детям даст тыкву? Наша Сибирь. Нет, я здесь был в гостях. И мы, знаешь, что делали? Мы брали большой кабачок, и из него тоже говорили, ну тыква это как бы кабачок, кабачок тоже подойдёт, ничего страшного. Вырезать. И вырезаешь, и туда свечку засовываешь, и тоже было прикольно. А у нас разве в России Хэллоуин есть такое понятие? Ну тогда знали, я не знаю, я в детстве не знал. Не знаю, у нас сейчас такое понятие как Форт Боярд. Типа у нас типа Хэллоуин, наш русский. Нет, сейчас делают по-разному, Вань, но тогда я помню. Это специально делают, чтобы мы не от этих зависимых, мы не от этих американцев. А Форт Боярд это откуда? Это ж какой-то тоже русский. Да это вообще не русский, это типа знаешь, как пройди испытание. Мне кажется француз, французы придумали. Посвящение в десятиклассники это у нас называется. А у тебя одиннадцатый класс уже. А мы одиннадцатый класс, а мы пугались. А, вы пугались? Ну хорошо. Сразу скажу, что могу вам там делать, резать, бить и убивать. По наружку я надеюсь. Да. Конечно, по наружку мы купим бетонопилу настоящую. Это наш праздник. В Хэллоуин они переодеваются и веселятся, просто конфеты едят. А наш праздник резать, бить и убивать. Это наш праздник. По-нашему. Да, это по-нашему. Резать, бить и убивать будут одиннадцатом классники. Ваня учится в одиннадцатом классе. В общем там же и будет труп, там будет морг, там будет кладбище, там будет кожаное рисунок. Ну это настоящий наш праздник. Российский. Мы так в детстве, я помню, играли в морги постоянно. Только не вылезали из морга. Все. Там будет мясник, с кастрюлей с живой головой, открой меня, открой меня. А будет клоун из Оно, опять же мы его взяли. А как вы это делаете? А костюмы кто делает? Да никто. Мы в темноте просто будем. А эти по сути там как бы, ну халат просто нашел докторский или фартук, все обляпывал этим томатным соусом. А потом стирай мамой, да? А зачем? Ты маме расскажи, что ты будешь. Надо халат найти, у мамы возьмет халат главное. А я не мясник. А я думаю, у мамы возьмет. Надо, нашел халат. Знаешь, халаты не валяются везде подряд. Ну да, они еще дорогие. Ну так у твоих родителей, например, твоя мама врач, да? У нее может и есть халат. Тебе это нормально, да? А у других может и нету никакого халата. Да не фиг с ним. У нас низкий фартук купит белый обляпывал этим. Во-первых, надо купить же деньги. Да блин, мы по тысяче сдали, забудь. Там они все купят. Страшно будет, да? Ну надеюсь. Вот мы рисуем халат. Ты веселый халат рисуешь. Жизнерадостный. Я не знаю, я пытаюсь халат нарисовать, но мне как-то не очень получилось. Ну хорошо. У меня одна халат злая, а вторая веселая. Так что... А, это взгляды ты еще так делал. Ну как бы такие. Ну я знаю, я так же с яблоками баллался. Ну типа резываем эти, рожи. Ну вот, а мы рисовали эти, вырезали из этого. Из кабачка и ничего, нормально было так очень, даже прикольно. Это я вот помню, я начал вырезать эти яблони, после того как посмотрел этот мультик, такой дом называется. Дом? Ага. Короче там такой, знаешь, он ощущение того пастериновый что ли, или компьютерная графика потреблена где была. Ну там пацаны, которые напротив дома какого-то старинного жили. Да. Но я не помню как он там, ну. А мне кажется это называется Монстр Хаус, нет? Монстр Хаус. Вот. Дом Монстр Хаус. Ну там не по стилю, наверное, там обычная графика, компьютерная графика. Мне этот очень нравится вообще этот фильм. Он уже устарел немножко, но он такой прикольный. Ну знаешь... Особенно этот толстяк, такой прикольный. Толстяк? Ну который там был мальчик толстяк. Толстяк, который пытался убирать. Так я говорю, а-а-а-а-а. Да вообще смешные вещи. Ну вот такие тыквы. Побольше оранжевого они засовывают прям туда фигарь оранжевого. Да, я по-моему перепутал просто цвета. Не-не нормально просто у тебя хороший оранжевый. Хэллоуин, мне кажется, хороший праздник, особенно, когда много конфет у тебя. Особенно в России. А у нас в России за конфетами не бродят, у нас бродят с бензопилами. Да нет, ходят у нас с конфетами. Ко мне дети приходят в Хэллоуин на калятки и обязательно им достается и конфетки, и денежки, и вообще все радостные. И я рад, когда есть чем развлечься. Тебе хочется дома сидеть играть в Fallout 4, тебе уже скучно. А Хэллоуин повеселее становится. И ты участвуешь и участвуешь. Ребята, рисуйте с нами. Ваня нарисовал классную тыкву, Иван Дурак забил на свой канал, что жалко. А в следующем мы будем рисовать енота, ребят. Так что не уходите, через какое-то время появится следующий ролик. И подписывайтесь на канал. И приходите в Инстаграм, там будут какие-то конкурсы интересные. Да? В Инстаграме.